Радио Болтком Открепите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Добрый день, доброе утро всем слушателям Радио Болтком. Начинается программа Климат-контроль. И с нами на прямой связи журналист, ученый, пишущий. В общем-то, о научных всевозможных достижениях. Константин Рангс. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Да, ну и вот мы, конечно, говорим о том, что сейчас происходит с климатом. И, конечно, самое, наверное, главное событие – это климатический климат-саммит в Глазго, куда съехались мировые лидеры. Что в итоге, о чем удалось договориться или чего не удалось договориться, поскольку, вот, выполняя условия цели Парижского соглашения, понятно, что достичь вот из-за ковида, может быть, этих поставленных рубежей будет очень-очень непросто. И для решительной зеленой революции, с одной стороны, нет денег, с другой стороны, нет политической воли. А самое главное – нет запаса терпения у людей, которым придется отказаться от старых привычек в этом случае и, ну, как-то затянуть пояса и смириться с повышениями цены и прочими неприятными вещами. Вот что все-таки происходит, ну, происходило, происходит сейчас на климатическом саммите и самые главные какие-то итоги, если можно подвести? Ну, для начала давайте откатаем на 6 лет назад, когда в декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение. Тогда как раз и было определено, что каждые 5 лет нужно будет, как бы, отчитываться по сделанной работе, определять новые задачи, в том числе решать очень важный вопрос с деньгами. Ведь было понятно, что поначалу, что 100 миллиардов каждый год нужно будет выделять планете на решение насущных проблем. В первую очередь, это нагрузка на развитые страны, которые должны внедрять новые современные технологии у развивающихся стран, ну и так далее, тому подобное. Выяснилось, что все это выполняется едва ли на треть. Но тут еще ковид подоспел. Конечно, сначала радостно захлопали в ладоши, что выбросов стало меньше, а потом тут же очень быстро прослезились через несколько месяцев, когда стало ясно, что мелкий и средний бизнес просто-напросто начинает помирать. И непонятно, откуда брать деньги для того, чтобы все это дело поддерживать. То есть сразу ковид показал одну простую вещь. Да, если мы не будем летать на самолетах, туристы не будут ездить, вроде бы выбросов станет меньше, планета вздохнет, но не очень сильно. Почему? Потому что, например, да, говорят, все переходят в сеть. Радостный, знаете, такой восторг. Причем я поразился, что вот я смотрел очень много выступлений. Молодые люди, которые, по идее, пользуются всеми этими гаджетами, они, похоже, совершенно никогда не смотрят на параметры своих телефонов физически, я имею в виду электротехнические, их объем батареи. Если смотрят, то как-то очень абстрактно. Они не думают о том, что для того, чтобы их телефоны зарядить, нужно работать радиостанции, должны работать электростанции. Нужно для того, чтобы вот сейчас мы общаемся через интернет, чтобы интернет работал, должна работать мощнейшая инфраструктура, должны работать дата-центры. Эти дата-центры выделяют столько тепла на самом деле, огромное количество уже есть в Европе города, и не только в Европе, которые уже себя не отапливают ни дровами, ни газом, ни углем. Они живут за счет охлаждающей воды, которая охлаждает системы дата-центров. То есть, с одной стороны, хорошо экономия, но с другой стороны, все равно электричество эти машины потребляют огромное, большая часть же энергии уходит вообще в атмосферу. То есть, условно говоря, все наши электроника очень хорошо греют космос, греют атмосферу. И выяснилось, что да, мы тут вроде бы снижаем потребление ископаемого топлива, а с другой стороны, нам нужно больше электричества. Поэтому и было решено, что все-таки вот эта вот встреча сейчас, она должна была быть еще в прошлом году, из-за ковида отменили, вот назначили сейчас, и она должна была, как ее назвали, последним судьбоносным таким моментом. Причем надо заметить, что при самой конференции шла речь о том, что если ничего не делать, или делать так, как сейчас, то где-то на 2,7 к концу столетия температура глобальная и поднимется. Что уже совсем неприемлемо, потому что это означает опустынивание огромных территорий, например, гибель всего сельскохозяйственного производства на Ближнем Востоке, например, куда деваться людям. Ясное дело, что они в Европу пойдут, там типа прохладнее. Готова ли это Европа? Вон, Европа отгораживается от мигрантов теперь как только может. Поэтому все понятно, что та же самая Грета Тунберг со своими сторонниками в Глазго, она выступала очень активно. И когда приехали представители 126 стран, вот как вот говорилось, там чуть больше, чуть меньше цифры меняют, варьируются, но все равно, можно сказать, огромное количество народа приехало. Приехали мировые руководители, но не приехал Си Цзиньпинь. Я помню, что Китай выбрасывает вдвое больше углекислого газа, чем США. Байден, конечно, приехал, он как бы позиционирует себя как мирового лидера в зеленом движении, персонафицированно. Но потом, опять-таки, приехал на Индрамоде, премьер-министр Индии. Индия как бы на третьем месте. На четвертом месте, говорит, Россия. Но ее тоже в два раза меньше выбросы. Получается уже вот такие вот, кривая падение по количеству выбросов, она стремительная. Все остальные страны уже так потихонечку меньше. То есть эти 120 стран, условно говоря, вот из 126 лидеров, 120 стран, они выбрасывают, потребляют энергии гораздо, ну, сопоставимо с теми вот лидерами, которые... Лидерами, да, конечно. Но выбросы там разные на душу населения. Больше всего на душу населения, это считая, например, вот страны персидцового залива. Ну, понятно, да? У России высокое количество, поскольку население такое большое, а выбросы большие. Но это отдельная тема. Сейчас мы говорим о том, что то, что случилось. Приехали лидеры, и, в общем-то, они продекларировали свою глубокую обеспокоенность, и, в общем-то, у каждого были какие-то свои взгляды. Ну, надо сказать, что не обошлось без пикировки. Байден, например, сказал, что неплохо, что Синь Цзиньпинь не приехал. Ну, это понятно. Главный загрязнитель и не приехал. Но он обратился с посланием, что типа того, что Китай будет идти и к 2060-му году он отличит себе природную нейтральность. Президент России, он до этого еще и выступал тоже дистанционно в Италии на встрече большой двадцатки, тоже рассказал о том, что вот будут идеи по сокращению, что Россия страдает очень сильно. Больше других стран, кстати. Потому что растет повышение температуры больше в приполярных областях, чем на экваторе. Это важный момент. Ну, и о том, что нужно развивать леса, водоросли развивать. Это, кстати, интересный момент, потому что, например, даже Евроньюз передавал репортаж о том, что остров Сахалин в России, он же зона эксперимента экологического. И Сахалин собираются к 2025-му году сделать углерода нейтральным. Несмотря на то, что там добывается нефть, газ, уголь, кстати. Но, тем не менее, там активно переводят угольное отопление на газовое, благо газ есть. Но что самое интересное, там как раз есть вот программы, например, очень интересные, размножать морскую капусту, ламинарию, которой растет великая множество. Вот стимулировать ее размножение, потому что она, в отличие от настоящих водорослей, она просто водное растение. Она огромная, ей нужно очень много углекислого газа выкачать, чтобы построить свои вот эти многометровые листья. Поэтому, значит, вот там есть такая идея, что будет развивать не только то, что растет на суше, но и то, что растет в море. То есть, получается, что она дважды полезная. С одной стороны, это и продукт питания, и со второй стороны, это выкачивание углекислого газа из воздуха. Она втройне полезная, потому что она еще место, где размножаются креветки чилимы, которые тоже можно добывать. Молоть рыб там живет, под ее сенью прячутся всевозможные беспозвоночные, да и в том числе вкусные. В общем, короче говоря, как бы идея такая очень хорошая. Ну и, кстати, есть такой намек о том, что если в тундре-то, конечно, бананы выращивать-то не получится. Грунда. А вот то, что сейчас с повышением температуры можно будет выращивать деревья там, где раньше их вырубили, на юге. Причем новые сорта деревьев, даже генномодифицированные, но про эти детали Путин-то не рассказывал, но специалисты об этом говорили давно. Ну, Байден, конечно, не применил уколоть Путина в том смысле, что у него тундра горит под ногами, тундра горит, а вот он не приехал. А Песков, естественно, Байдену послал ответку о том, что вы приехали, а у вас при этом горит Калифорния. В общем, короче говоря, без этой пикировки не обошлось, но суть-то другого. Пока политические лидеры обнимались и говорили, что все мы подпишем, ну, 50 стран согласились, в том числе и та же Россия, естественно, и СШК, охрану леса, вот это, к сожалению, очень важный момент, который нас касает. По сути дела, будут введены новые правила, связанные с лесом, с его эксплуатацией и торговлей. Вот поэтому стоит будет смотреть на то, что произойдет с древесиной. Вполне возможно, что появятся какие-то новые регулы касательно того, как пилить лес, а другие появятся регулы, как его экспортировать и использовать. И вот тут могут интересные быть вещи. Во-первых, судя по всему, лес подорожает. Уже спиленный, имеется в виду, потому что лес на корню может оказаться тем лесом, который нельзя пилить ни при каких условиях. Вы хозяин, но вы не имеете права пилить. Кстати, я не сталкивался с таким эффектом. Это не важно, что вы хозяин. Вы хозяин земли. А вот лес, это уже глобальное достояние. То есть не вы его построили, этот лес. Он сам как бы вырос, даже если вы его посадили. Тут вот такие могут быть нюансы. То есть на этом надо очень большое внимание обращать и проследить, чем же все-таки закончится вся эта история с лесом, потому что главы государства это объявили, провозгласили, а вот сейчас переговорщики еще недели-полторы будут сидеть и детали прописывать. Поэтому у нас будет еще время разобраться, что же там они понаписали. То есть это будет какое-то такое продолжение саммита, но уже без лидеров? Да, лидеры уже улетели. Большая часть всех улетела лидеров, у них свои дела, а сейчас сидят переговорщики. Вот именно конкретные люди, специалисты, которые сейчас будут биться за каждую запятую. Ну вот, это у нас первое дело. Второе дело, это то, что лидеры целого ряда стран заявили о том, что после, по-моему, сорока стран, после 2040-30 года они больше не будут вкладываться в уголь. Радостные аплодисменты, что подписал Вьетнам это соглашение, которое является одним из очень крупных сейчас потребителей для других стран. Европа, конечно, радостно заявляет, что вот-вот мы тут будем. Но, например, такие страны, которые завязаны на уголь, как Австралия, а это крупнейший добытчик угля, один из крупнейших. Еще целый ряд, США те же самые, они как-то сейчас с этим документом пока его еще и не подписали и даже пока не продекларировали. Поэтому, как бы, возникают такие вопросы о том, что же в следующем счете будет, какие будут решения по данному инфрукту, по данному, как они говорят, кейсу. Поэтому у них сейчас еще целый ряд вопросов. Это все вызывает страшное раздражение экологических активистов. Например, Грета Тунберг сделала такой перефраз знаменитой российской фразы. Но когда выступает российская оппозиция, она кричит, кто здесь власть? Мы здесь власть. Вот примерно Грета Тунберг заявила, они там, эти там, где лидеры мировые, они не лидеры. Это мы лидеры, здесь лидеры. Ну, хорошо, лидеры. А все равно же подписывать документы не вы будете, дорогие господа, товарищи. Ну вот. А факт фактом о том, что с их точки зрения совершенно никакого серьезного прогресса нет. Но можно понять и лидеров. Им что, приходить и, допустим, в какую-нибудь то же самое, прилететь в ту же самую Польшу и сказать, все, электричества не будет, будем получать по системе веерных отключений, пока там мы себе что-то построим, потому что нам надо сокращать выбросы. И шарфы закрываем. Идите, куда хотите. Долго просуществует это правительство в Польше? И уж не очень. И это касается не одной только Польши, а касается и практически большей части всех стран. Но, тем не менее, возникает очень серьезный вопрос, а что же там они сейчас будут делать? Очень еще любопытно. Перед самим вот этим саммитом говорили о том, что возможно, что вот конец столетия обозначится температурой в 2,7 градуса, даже если вот будем сейчас рост температур, даже если сейчас вот мы будем что-то делать, но делать так, и шатка не лава. А вот сегодня уже сообщение о том, что энергетическая организация на этом саммите говорит о том, что нет, если так, мы будем все делать, то, глядишь, уровень подъема температуры будет меньше 1,9. А 1,9 это меньше вот этих 2% заявленных на Парижском соглашении. Естественно, что тут уже те же самые экологические активисты, у них возникает подозрение, что она просто-напросто подкинула своё время, не важно, как проголосуют, важно, как просчитают. Так и тут, не важно, что там есть, как можно цифры подобрать. Потому что к концу века тут, как это было в анекдоте, или и шаг сдохнет, или поди шаг, да, вот в старом анекдоте, то есть уже к концу века те лидеры, которые сейчас у власти, вряд ли их интересует, что будет через 8 лет. отвечать им точно не придётся перед этим судом, да, или перед этой общественностью. Тут нужно понимать, что это совершенно другие временные лаги. Поэтому, что произойдёт, как говорится, богу ведомо. И на этом собрании, но одно совершенно понятно, что позиция, допустим, Европейского Союза остаётся незыблемой. В этом смысле они очень хорошо нашли друг друга с Соединёнными Штатами, с администрацией Байдена. И как раз идея эта стоит о том, что всё, все силы бросить именно на развитие возобновляемой энергии. Причём самое интересное, что средства массовой информации, которые очень, так скажем, ну, любовно относятся к экологической тематике, они как раз показывают пример. Посмотрите, как поднялась компания Эллена Маска, потому что она идёт электрическим зелёным путём. Тут же упоминается, что вот сейчас идёт новость о том, что компания Гетц, это компания проката автомобилей, закупит там 100 тысяч тесел, но дело всё в том, что мы забываем, что на эти покупки электромобилей в Соединённых Штатах существует вполне активная система скидок на налоги, поэтому покупать там электромобиль в налоговом смысле выгодно, тем, у кого есть деньги. Но и о критике опять же об этом говорят, о том, что, господа хорошие, вы же всё делаете для того, чтобы в новые технологии входили самые богатые люди. А вот те люди, которые не богатые, знаете, я до сих пор помню замечательный стишок «Будьте здоровы, живите богато, если позволит вам ваша зарплата, если зарплата вам жить не позволит, то не живите, никто не неволит». Вот тут такая складывается совершенно гармоничная картинка, и поэтому как раз вот эти самые сотни государств, которые не входят в Большую 20-е, вот их представители как раз так сейчас коперируются единым фронтом и говорят о том, что развитые страны выбрасывали углекислый газ уж поменьше, имея последних 150 лет в атмосферу, и он никуда не делся, он ещё болтается в атмосфере, этот газ, поэтому нужно посмотреть, что в принципе, он говорит, мы тратим мало, а вот вы выбрасываем, мы выбрасываем мало, а вы выбрасываете много, а в свою очередь тут же средства массовой информации так под сурдиночку начинают говорить, что ну да, 30% мирового населения до сих пор греет супчик, варит что-то и обогревает свои халупы древесным углём, да, вот поэтому ждут леса, да, вот, а потом вот древесным углём, правда, возобновляемый ресурс, им надо помочь делать древесный уголь более экономичным способом, меньше рабочих выбросов, то есть вперёд к тарству древесного угля, другие говорят о том, что керосинок вот слишком много, больше тоже около двух миллиардов человек на земле пользуется керосинками и керосиновыми лампами, и вот тут становится понятно, что у кого жемчуг мел, у кого супчик жидкий, а у кого жемчуг мел. То есть вот эти самые борцы европейские за экологию, они пользуются дата-центрами, они летают на тех же самолётах очень многие, а потом выступают против авиавыброса. Очень интересно, что идёт дискуссия по нескольким позициям, идёт дискуссия по поводу развития международного туризма. Вот с одной стороны, прямо говорят, с туризмом, как мы были раньше, надо завязывать. И завязывать очень просто, налогами на авиатопливо и на простое топливо. Если хочешь путешествовать, пожалуйста, парусник либо электропоезд. Очень даже хорошо. В принципе, для того, чтобы отдохнуть, если вот нормально бы ехала, вы сели бы часов в пять вечера в Риге поезд, легли бы спать, а на следующий день бы часов в девять вот уже на берегах Адриатики либо Игейского моря. А кто против? Ну, в принципе, да, выглядит очень привлекательно. Да, вот такой вариант. Только надо решить кучу проблем о том, чтобы была колея одна, чтобы, извините меня, система продажи билетов были, чтобы дотация железной дороги в каждой стране бы все как-то учитывалось, и за какую страну как платить, придется ехать транзитом, нет уже единой системы железных дорог, хотя, может быть, это и был бы смысл, но ведь страны на это не пойдут, потому что железные дороги поддерживаются из местных бюджетов, в общем, короче говоря, с одной стороны вроде бы надо, чтобы все было очень хорошо, а с другой стороны возникает куча проблем, поэтому самое простое не надо никуда типа ездить, опять же, выступают представители туристической отрасли и говорят, что далеко не все люди хотят ездить в отели по принципу все включено, очень многие хотят наслаждаться реальной нетронутой природой, а для этого природа должна сохраниться, и поэтому как раз туристическая отрасль заинтересована в том, чтобы климатические изменения не были такими необратимыми, чтобы природа сохраняла, поэтому, естественно, сразу уже делается вывод активистами и общественностью, что, ну да, ездить теперь смотреть, как и сто с лишним лет назад смогут только самые обеспеченные и богатые, потому что они спокойно, допустим, посмотрите, вот замечательные азорские астрологи, то рай земной, мало кто так сейчас знает, это действительно замечательные острова, но туда либо вы на самолете и могут появиться какие-то проблемы, либо, что, кстати, происходит еще, это тот самый пункт, где останавливаются яхтсмены со своими нормальными крейсерскими яхтами, которые катаются, например, из Европы на острова Карибского моря, вот как раз на полдороги находится прекрасное место, где можно отдохнуть, подзаправиться, все, если у вас есть яхта, то вы можете не переживать по поводу авиабилетов и цен на керосин, ну а нету, тогда вот, пожалуйста, сидите у себя дома и катайтесь по кишесерсам. То есть, это как раз обращает внимание, что, с одной стороны, на словах все идет о том, что мы беспокоимся и думаем о миллиардах малобеспеченных людей во всем мире, но на практике вырастает ситуация, что, когда эти люди уже никогда удовольствия таких, как получали и раньше получают, а жители самых обеспеченных стран не получат. Но, с другой стороны, чтобы не было взрыва социального, необходимо будет что делать? Необходимо будет все-таки как-то стричь и вот этих богатых овец. Имеется в виду граждан тех же самых США, Европейского Союза, Японии, чтобы все-таки давать что-то остальному миру. Иначе там оно взорвется, как паровой котел. То есть сейчас опять говорят, увеличилось опять количество беженцев. Что происходит? Ну, происходит очень много неприятных вещей. Мощнейшая засуха в Сахаре, это южнее Сахары, в Салане. Проблемы в Африканском на Ближнем Востоке, это же все проблемы, о которых журналисты большей части не говорят. Это раньше была в Советском Союзе программа «Сельский част». Которая говорила о проблемах животноводов и выращивания земледельцев. Да, сельского хозяйства. Да, есть специализированные журналы и программы в Европейском Союзе тоже. Смотрите, какая интересная вещь. Той же самый Голландия сейчас выступает с идеями о том, что нужно запретить фермерам выращивать коров и сократить количество птиц. Сократить то, сократить это. Ну, во-первых, получается, что люди плохо все понимают, за счет чего они сами живут. То есть, вот эти вот фантазеры... Те, кто принимает решения, кстати, да? Да, но дело все в том, что политики ориентируются именно на этих людей. Вот это вот толпа людей выходит на улицу, политики на них смотрят, а вот, собственно говоря, им нужно потрофить. Они активисты, как вот этот самый, и давайте мы им все скажем, то, что они хотят. Или будем принимать законы, которые им понравятся. Нас переизберут, тогда все замечательно, но тут опять возникает вопрос о том, что после нас хоть потоп. И вообще, что делать с этими людьми, вот эти же фермеры, вот, у меня вот очень интересная вещь, как говорят, ну, любитель французских фильмов, детективов, у них есть очень интересный проект, проект, который называется «Убийство в...» это детективы, снятые в самых разных провинциальных областях Франции, и очень часто местными коллективами. Поэтому там разные артисты, и, я понимаю, режиссеры, сценаристы, всегда учитывается какой-то местный нюанс данной территории. Вот это очень интересный подход, не знаю, французы ли его придумали, или просто они его так массово сделали. Но вот что любопытно, там постоянно повторяется одна и та же проблема. Как тяжело жить фермеру, когда с одной стороны он должен что-то производить, а с другой стороны ему заламывают руки, нельзя сделать то, нельзя сделать это. Конечно, фермеры тоже хитрованы, не без греха, но вот этот вот проблема, ссылки на то, что нам уже только, он говорит, вы знаете, сколько фермеров покончила жизнь самоубийств? В том числе из-за того, что оказывается, что наши веками отработанные технологии теперь, дескать, неприменимы, и вы должны все делать в другом. Но самое смешное, что те люди, которые говорят, вот эти вот молодые товарищи, которые яростно говорят, что вот вы должны сделать так-то и так-то, они же сами не идут в сельское хозяйство, вот в чем проблема. Поэтому таких проблем очень много, и сейчас в Глазго как раз и начинается вот эта вот проблема торговли. Сейчас идет торговля между разными, так скажем, партиями, для того, чтобы принять какие-то согласованные решения. и они обязательно будут приняты, и я уверен, что в Европейском Союзе наше европейское руководство попытается опять показать всему миру, что мы впереди планеты всей. Вот это называется гбабки. Да, бежать впереди паровоза, а в результате это все скажется на каких-то лишениях, которые ударят по кошельку самых простых и незащищенных людей. Но обыватель платит всегда, потому что он не защищен это инсоммам адвокатов, у него нету такой мощнейшей финансовой поддержки, знаете, как говорят в покере, задавлю деньгами. Вот так и тут человек, как говорит наглородная мудрость, с богатым не ссорься, с сильными не борись. Она не случайна. И сейчас, хотя времена как бы поменялись, все говорят, ой, 21 век, 21 век, все осталось по-прежнему, по сути дела. Ну, только что называется разденут теперь с улыбкой. Поэтому вот это очень важный момент, мы должны понимать, что это происходит и стоит за этим следить. Вот сейчас первое, что понятно, это то, что будет, скорее всего, точно подпишут и утвердят лесное новое соглашение. Лес нужно будет в первую очередь защищать, выращивать и нужно будет как раз приветствоваться и поддерживаться всевозможные технологии углубленной переработки древесины. Поэтому если у кого есть идеи, и вы до сих пор эти идеи не реализовали, господа, самое время об этом начать думать. Очень скоро может оказаться, что ваши идеи как раз помогут вам улучшить ваше материальное положение и планете помочь. Вот такая вот картина на данный момент. Ну что же, спасибо большое, мы надеемся, что через неделю сможем продолжить разговор, к этому времени может быть что-то еще прояснится по поводу саммита в Глазго климатического. Константин Рангс, ученый, журналист, морской геолог, был с нами на прямой связи. Это программа «Климат-контроль». До следующей пятницы. Спасибо, хорошего дня. До свидания. Радио Болткома